Всем привет, с вами Тед, и сегодня обзор. Это стратегия в реальном времени, которая основная цель — это выживание на, так сказать, необитаемом острове. Как вы знаете, я профессиональный игрок в StarCraft 2, и если вам интересно посмотреть от профессионального игрока прохождение этой стратегии на стриме в режиме реального времени, пообщаться, пишите под закрепленным комментарием коммент стрим. Ну, а мы переходим к обзору и к самому главному. Стоит ли игра своих денег? А на данный момент в стиме она продается за 7 долларов. Кстати, хочу уточнить, что демку можно скачать бесплатно. Итак, вы начинаете на необитаемом острове, куда вы приплываете небольшой группой людей. У вас 4 работника, которые, в принципе, сами занимаются обычно строительством, либо своими какими-то делами спят или ничего не делают. Вы строите костер, строите палатку для охотника и начинаете развиваться. Вся суть игры сводится к тому, чтобы грамотно распределять ресурсы. Вы добываете какие-то ресурсы, и они идут на что-то. То есть каждому жителю нужна еда. Каждый девятый, по-моему, день у нас начинается зима, и, соответственно, им нужны шкуры от животных. И каждую ночь вам нужен охранник, потому что каждой ночью на вас нападают монстры. Монстры могут вас и убить, соответственно, вы теряете жителя. Но если ваша деревня хорошо работает, к вам будут приходить новые, поэтому это не так критично, хотя желательно, конечно же, не растеривать, чтобы ваши жители не погибали. Чем дальше длится игра, тем, естественно, больше у вас отличных способностей появляется. У вас открываются новые постройки, у вас открываются новые ресурсы, и эти ресурсы зависят от других ресурсов, которые зависят от третьих ресурсов, из которых можно крафтить четвертые ресурсы. И, собственно, игра начинает быть все сложнее и сложнее и сложнее. И с каждым днем, конечно же, на вас монстры все сильнее и сильнее нападают. То есть вам нужно пытаться подготовиться к следующей атаке еще заранее. Вы не можете видеть, что на вас прилегут монстры и быть без брони. Как только вы видите, что у вас есть возможность начать строить броню, естественно, стоит ее начинать строить. Игра и сложна, и проста одновременно. Но знаете, что самое главное? Действительно затягивает. Она имеет отличное музыкальное сопровождение. Человечки бегают, что-то строят, что-то делают, это все прикольно. И в чем ее сложность? В том, что если вы хотите прям все хорошо оптимизировать, вам реально надо будет периодически ставить на паузу, распределять рабочих, менять их задачи. Но также, я думаю, вы можете играть в нее достаточно не спеша, давая каждому жителю задания, прокачивая их способности. Да-да-да, они прокачиваются. Когда они получают уровень, вы можете увеличивать различные характеристики ваших жителей, и они станут еще сильнее, еще умнее. Ну, либо как вы решите. Так что, если честно, уже получив вот эту информацию, уже посмотрев на вот этот геймплей, я смело могу сказать, игра стоит своих 7 долларов. Это не так много. Действительно, прикольный проект, который вас займет, ну, как минимум на несколько часов. А то и больше на самом деле. Знаете, ведь некоторые компании крупных стратегий даже настолько вас не займут, и вы пройдете их намного быстрее. Кстати, здесь мне интересно было бы узнать ваше мнение. А стоит ли, на ваш взгляд, эта игра своих 7 долларов? Пишите обязательно в комментарии. Ну и не забывайте написать под закрепленным моим комментарием слово стрим, если хотите увидеть эту игру на стриме. Ну и, наверное, надо выставить финальную оценку. Финальная оценка этой игре 6,7. То есть, действительно, я ее оценил очень высоко. Хотя, можете заметить, по механике, которая складывается из геймплея разнообразия и реиграбельности, она отстает. У нее всего 5 баллов, на мой взгляд, получилось. Почему? Потому что по геймплею, хоть он в целом интересный и интуитивный, хотелось бы добавить контрольных групп, какое-то управление. А так приходится всем управлять с помощью мышки. По разнообразию, по разнообразию, вроде бы у нас много возможностей, но, однако, все здания практически имеют свой лимит построек. То есть, вы можете построить 4 хижины, 2 домика лесоруба, и больше нельзя. То есть, вы не можете придумать, как бы вы хотели точно развиваться. Вы лишь можете придумать, в какой последовательности их ставить, чтобы оптимизировать под ваше текущее положение. По реиграбельности, по этой же причине, мы ставим пятерку. То есть, вроде бы ее можно поперепроходить, но, в основном, только из-за того, что вы, скорее всего, дойдете, например, до сотого дня, и в следующий раз решите сыграть по-другому и дойти там до 120-го. Вот. Но, если вы научитесь в нее играть супердолго, то вряд ли вам захочется потом еще раз что-то менять, потому что, в принципе, особо этого сделать и невозможно. Вот. По погружению, честных, 7 и 7 баллов. Действительно, графика восьмерка, да? Вы будете ругаться, графика ж ни о чем. Но, на самом деле, вот, очень важно понимать, графика подходит проекту или нет. И этому проекту, мне кажется, подходит. Она действительно приятная, ей проникаешься, и играть, и смотреть это одно удовольствие. Музыка по этой же причине ставится у меня восьмерка. Она просто банально подходит под эту игру. Просто подходит. Действительно, ты погружаешься. Ну, и управления семеркой, как я говорил, контрольных групп не хватает. Хотя, в целом, все интуитивно, понятно. Управлять достаточно легко и приятно. Атмосфера 7 и 3 балла, в общем, получилось. Потому что сюжет у нас пятерочка. Что это такое? Это значит, что сюжет как бы есть, что мы там, исследователи, прилетели на необитаемый остров. Но, к сожалению, только 5 баллов, потому что дальше его особо и нет. Мы просто выживаем. Но он и не нужен, поэтому меньше мы как бы ставить и не будем тоже. Антураж восьмерка. Действительно, всего хватает. Какие-то волки прибегают. Все в тему, все хорошо. Но бывает, немножко выбивают из колеи какие-то мутанты прибегают. Вот они портят немножко всю эту историю, поэтому десяточку поставить не могу. Ну и по гармонии по этой же причине 9. В целом, все вроде бы сходится, но бывают какие-то странные вещи, которые выбегают и выбиваются из всеобщей гармонии игры. Поэтому по атмосфере 7,3. Ну и общая оценка 6,7. Поэтому еще раз говорю, что да, я эту игру рекомендую. Я в нее поиграл приличное время. Она действительно прикольная. Она затягивает играть интересно. Интересно развивать это поселение, следить, чтобы все жили, переименовывать. А также потом, когда вы развиваетесь, открываются мосты, и вы можете перейти на соседние вот эти острова, через реку, как вы видите. Моста всего два. Я думаю, понятно, по какой причине, потому что можно всего занять только два острова, левый и правый. Но это не отменяет того, что играть действительно интересно. Здесь вы можете посмотреть немножко развитый город. Он еще далеко до очень развитого, но уже видно, что много ресурсов. И вот так вот он, собственно, строился. Можно посмотреть. Здесь строились домики, дорожки, лесорубы, лесопилки, рудники. И вот, собственно, совсем скоро уже будет готов мост. Вот так. Поэтому игра хороша. Рекомендую. Ну, а с вами был Тед. На моем канале вы можете увидеть обзоры на различные RPG и стратегии, а также посмотреть на соревновательные RPG и стратегии, моба-игры, в которые, собственно, мы соревнуемся и улучшаем свой скилл. Всем до новых встреч. Пока.